Да, да, всё. Спасибо большое. Вопрос от Валерия. Насколько иностранные члены наблюдательного совета Небулонов информируются о деятельности компании? Что Вы можете сказать, что Вы можете сказать комментаторам, которые заявляют, что они дали свои имена компании Небулон, поверив Алексею Водотурскому, а на самом деле их имена используются только для того, чтобы прикрывать фабрикацию финансовой отчётности? Правда ли, что кредиторы Небулона, а именно Рэббанк, БНП, Парибас и ЕБРР потребовали увольнения Вашего сына из компании, и Вы решили этот вопрос, отправив Вашего сына в Верховную Раду, где он не лоббирует интересы Небулона сегодня? Правда ли, что в 2013 или 2014 году Ваш сын Андрей Водотурский своими непродуманными операциями на Чикагской бирже нанёс убыток Небулона в размере 200 миллионов долларов? И пытался скрыть этот факт кредиторов Вашей компании. Кем в компании принимаются ключевые управленческие решения? Каким образом осуществляется корпоративное управление? Этот вопрос вызван тем, что бывшие сотрудники компании утверждают, что все решения на Небулоне принимаются только одним человеком, это Вами. И если это так, то каким образом Вы допустили, чтобы Ваш сын допустил такую ошибку в операциях на Чикагской бирже? Как получилось, что Вы не владели ситуацией в компании? Будь ласка, если я что-то упущу, при ответ Вы меня поправите и подскажете, на какое я не отвечу. Первое. Члени Наглядової ради – очень авторитетные люди, которые являются действительно не реформаторами, а специалистами финансовых институтов и занимались высокие фасады. И это первое. Другое. Эти специалисты давно уже видели, как работает наша компания. И они, начиная, можно сказать, с 1998 года, получили финансовую звездность в полном обсязе, который нужно давать банкам. Потому что первые кроки мы сделали с кредитом в первом в мире, в первом в Украине мы отримали кредит Святого банка в 1998 году. И это первая компания в Украине, которая отримала кредит Святого банка безпосередньо нашей компании. Из того времени наша компания каждый год переверяется международными аудиторскими компаниями. И аудиторские переверки проводятся как минимум пів года. Из 12 месяцев до 6 месяцев проводятся переверки. И там, как рентген, проводится переверка. Это одна и другая. Мы працюем больше, чем 15 европейскими банками и, мабуть, 7 украинскими великими банками мы працюем. В каждом банке есть группа аналитиков, которые два раза в год на плановой основе переверяют деятельность компании. И эти недоэксперты, недоопиарщики, цивилизованные, они умнее, чем все действительно лучшие специалисты, лучших стран, лучших банков, они лучше разбираются в финансовом стане компании, чем вы, эксперты, которые пришли, в интервью, из его слов, там что-то вырвали и показали плохую ситуацию в компании. Это одно. Другое. Ни одна банковская система не выделит кредиты компании, которая является сбитковой. Вы должны это понимать. Вы придите, попросите 100 грн в Украинском банке и покажите, что вы сегодня банкрот, и чтобы вам дали кошти. Попросите 100 грн, а вам 100 грн не дадут. Наши компании выделяют большие кошти на развитие и на деятельность нашей компании. Следующий, я недоэкспертам объясню, что есть два типа кредитов. Есть инвестиционные кредиты, которые являются довгостроковыми кредитами, на 5-7-9 лет у нас такие как раз кредиты. Эти кредиты мы получаем для того, чтобы вести инвестиционную плановую деятельность независимо от ситуации в стране, независимо от ситуации на рынке, чтобы мы могли нести витрати сгодом со своим планом инвестиций. И есть кредиты, которые выделяются для пополнения обеихового коштей на период взбирания в рожаю. Я могу сказать, это не секрет для банковской системы. У нас до 1,5 млн тонн мы накопичиваем сближжя в период сбиральної кампании, потому что мы не сможем за период сбиральної кампании отмечать все сближжя сразу. Поэтому мы отримываем кредиты для того, чтобы мы могли финансировать торговую деятельность и накопичивать продукцию и вести плановую деятельность по реализации товара. Мы сегодня не бабка, которая вышла на рынок и хотела продать две курочки и по какой цене купить или продать десяток яиц. А мы компания, которая является международной торговлей компанией, которая должна плановать свою торговельную деятельность на несколько месяцев вперед и и плановить торговельную деятельность и деятельность. Это одно. Друге, вот, по месяц это можно у нас будет мы. Когда мы ведем такую большую закупительную деятельность, до 30, 50, 60 тысяч тонн нам везут больше, чем 4 тысяч наших партнеров, и мы, когда с ними рассчитываемся день в день, то это как раз лакомосовая бумага, как у нас финансовый стан нашего предприятия. Это для того, чтобы принизить сына, принизить меня, принизить нашу компанию. Если бы мы такие сбитки получили, то, поверьте, мы, мабуть, давно не выжили бы в этой ситуации. А это не правда. Это люди, которые живут этими чутками, которые надеются, что мы будем банкротами. Эти люди надеются, что нас не будет на рынке. Я могу сказать, не дочекайтесь. Не дочекайтесь и не тратите силы, и не витрачайте деньги своих людей, которые вам платят деньги за эти фейковые статьи, за все то, что вы боретесь против нас. Нам есть чем, слава Богу, заниматься. Мы будем заниматься, мы будем дальше расти, мы будем еще сильнее. Я вам только благодарю, что вы нам только добавляете сил, чтобы мы боролись дальше и были еще сильнее. А что вы будете потом говорите, когда мы еще будем не только в Египте, а в других странах тоже. Спасибо большое. Вопрос. Питание. А там еще вопрос было, что одноосердно принимает это решение у нас. Так я вам раскрою такий секрет. В нашей компании 10 разных комитетов. Комитет по рискам, комитет по ценоутворению, комитет по биржевым операциям, комитет по строительству, комитет по качеству сельхозпродукции. То есть у нас очень много коллегиальных органов внутри и на системной основе собирается группа специалистов и обговорит стратегию в том или ином вопросе по той или иной теме. И это вопрос обговорится без директора, без генерального директора. Вот. Да, я, когда есть возможность, я присутствующий на этих нарадах. У меня единственное право накласти в это, как это должно быть. И человек, который отвечает за стан в целом на предприятии, мает право отвечать или принимать те, что и другие, а блокировать, а поддерживать. У меня позиция как у керевника предприятия и властника предприятия. Співвластника, можно сказать так. И люди, и наши компании знают, что даже самая талановая людина, которая есть в нашей компании, она не заменна по разуму, по працездатности, по возможностям от группы людей в отделе. И требует делегировать и делегировать эти возможности, чтобы разом создать это чудо, и дальше перетворить, которое у нас есть в нашей компании. И поэтому без коллективной работы практически не было бы успеха в нашей компании, и у меня как керевника. Кто-то это влаштовывает. Поэтому те люди, которым, возможно, надоело честно працювать и працювать в рынковых условиях, и соответствовать за свою бездействие. Им не подобается, в данном случае, возможно, что вимоги есть у генерального директора. Потому что все должны работать в компании, чтобы результат был в компании. Поэтому этим людям, вероятно, не подобается. Есть люди, которые освободятся, это их право. Сегодня, слава Богу, рынковые условия. Сегодня я очень радую, что некоторые люди и пошли. Я знаю, что они пошли до конкурентов, и они не подсилят конкурентов. Потому что я знаю чётко возможности этих людей. Я даже радую. Я даже иногда предлагаю певным людям идти до конкурентов. И знаете, конкуренты, что не все это золото, что идет от нас. И следуйте за этим золотом, за этими людьми. И если вы хотите честно вести бизнес, в данном случае. Поэтому мы достаточно спокойно до этого относимся. А так, чтобы я за всех, або сам все принимал решения, нет, да, когда принимается решение разом, это швидше. Потому что есть люди, которые знают, что Вататорский взял на себя ответственность. А мы выполняем все, мы ему запропонировали, но мы ответственность не всегда можем взять на себя. Вот, и они запропонуют идею, обговорим коллективно. Но моя задача, как керевника, организовать коллектив так, чтобы эту идею все выполнили и сделали. И будет рух вперед, тогда мы будем занимать лидирующие позиции дальше.